Дорогие друзья, ну прежде всего позвольте вас всех поприветствовать уже на четвертом таком тарифном совещании, которое мы с вами проводим вместе. Поблагодарить вас за то, что вы проделали многие из вас очень длинный путь для того, чтобы собраться с нами здесь сегодня, для того, чтобы обсудить актуальные проблемы тарифного регулирования. Ну и как всегда мы постараемся рассказать о том, как движется наша мысль, в каком направлении мы собираемся убеждать правительство Российской Федерации и, соответственно, парламент в вопросах тарифного регулирования. Но начну я немножко с другого, хотя второй слайд я хотел бы, чтобы уже появился. Я хотел бы сказать, что вообще говоря, четыре с лишним года назад произошло важное событие, когда антимонопольные функции, тарифные функции, функции государственного заказа оказались в руках одного регулятора. И сегодня мы смотрим на любую проблему тарифного регулирования и через призму антимонопольного регулирования, и через призму государственных закупок, потому что, когда мы оцениваем издержки компаний, нам совсем не безинтересно, как проводятся тендеры, какая при этом возникает экономия, существует ли большое количество нарушений в компаниях, неважно в государственных или частных. И это все, в общем, конечно, ложится в общую единую базу наших знаний, данных. И именно благодаря, наверное, этой синергии, мы чуть позже об этом поговорим, один из главных призывов, с которым мы сегодня хотим к вам обратиться, вне зависимости от величины компании, вне зависимости от ее местоположения, мы хотели бы перейти на долгосрочные тарифы с формульным ценообразованием. Мы довольно сильно устали утверждать более 40 тысяч тарифов вместе с РЭКами по всей территории страны. Это неэффективная работа. Я не хочу, чтобы вы набивали, многие из вас, во всяком случае, пороги федеральной антимонопольной службы каждый год. Вот эта тарифная компания, я для себя ее называю тарифной компанейщиной, она, в общем, достаточно сложна, трудоемка, громоздка, а самое главное, она не дает перспективы развития компании, потому что сегодня сделали так, завтра возникли какие-то новые веяния. И мы хотели бы, чтобы для повышения эффективности экономики у вас был понятный и длинный прогноз. Поэтому вот это, если хотите, может быть, главное, что нужно сделать, ну, хотя это, конечно, требует реализации целого ряда условий. Ну, одним из таких условий является ремонт старых накопившейся базы, да, откуда она вообще взялась, откуда появились тиренные цифры. Но я думаю, что, проделав определенный путь каждой из ваших компаний и с РЭКом, и с нами, вы можете вполне на это рассчитывать. И первые примеры таких действий уже, без сомнения, произошли. Ну, а теперь, собственно, второй слайд. Мы хотели бы подчеркнуть, что помимо функций, собственно, охранительных, которыми занималась федеральная антимонопольная служба, то есть мы занимались в основном тем, что выявляли по жалобам или по нашим собственным проверкам нарушения антимонопольного законодательства или там иных видов законодательств, и дальше реагировали на это с помощью штрафов, стараясь выполнить свою функцию охранителя. Но после выхода указа президента об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, мы стали переходить все больше и больше в функции созидания. И вот по всем направлениям из указанных трех мы постарались добиться определенных результатов. Ну, про антимонопольное я два слова скажу, чтобы потом к нему уже меньше возвращаться. Мы сейчас подписываем и уже подписали со всеми губернаторами программы развития конкуренции в регионах, утвердив им 33 показателя, где, собственно, эту конкуренцию нужно развивать. Прошел государственный совет под руководством президента, где были все абсолютно губернаторы. Кроме того, как я уже сказал, вышел указ президента. И, кроме того, правительство приняло 18 отраслевых программ в единой комплексной программе развития конкуренции в нашей стране. Ну, это имеет прямое отношение к инновационному подходу в этой сфере, и отсюда и долгосрочные тарифы, возможно, как тоже путь развития конкуренции. Это тоже очень важный элемент. Мы добились того, что правительство внесло в Государственную Думу, и парламент принял поправки, упрощающие 44-й закон. К сожалению, пока этого не произошло с 223-м. Все это позволяет мне говорить о том, что мы с вами создали новый вектор в развитии и конкуренции, и тарифного регулирования в нашей стране, и государственных закупок. Пожалуйста, следующий слайд, третий. Конечно, для нас очень важным является создание единой системы. Здесь без цифровизации не обойдешься, и мы развиваем нашу электронную систему. Мы стараемся взаимодействовать с РЭКами и с другими уполномоченными органами так, чтобы наша электронная система отражала актуальную информацию по каждому региону, состояние тарифного законодательства, антимонопольные нарушения и все остальные прочие, вне зависимости от географии, положения региона, но с учетом, конечно, той специфики, которая есть. Конечно, мы выступаем как антимонопольщики, мы по-другому и не можем выступать против тарифной дискриминации, и нас не может удовлетворить, что при одних и тех же технологиях, на одних и тех же станциях, ну, скажем, водопроводных, разрыв тарифов по-прежнему может составлять до 52 раз. И последние наши усилия привели к тому, что эта разница несколько снизилась, но это никого не может удовлетворить. Есть любимые компании, чаще всего они местные, есть нелюбимые компании, и совершенно разная политика в отношении назначения тарифов нас не устраивает. Поэтому формульное ценообразование одинаковое для всех, находящихся в сопоставимых условиях станциях, без сомнения, это правильно. Если они находятся в несопоставимых условиях, то необходимо будет переходить к системе аналогов, то бишь эталонов, и до 2021 года основная наша задача – эти эталоны провести через правительство, там, где нужно, через парламент, и отталкиваться уже от этих эталонов. И, соответственно, там, где только это будет возможно, эти эталоны должны обязательно внедряться. Пожалуйста, четвертый слайд. Для обеспечения не только этой тарифной работы, но и большого круга других проблем. Вы знаете, что мы, во-первых, постарались, чтобы у нас устаревшие архаичные организационно-правовые формы, такие как ГУПы, были упразднены в ближайшие несколько лет, и переходили на госпредприятия без утраты соответствующих функций. Мы внесли пятый цифровой пакет, который вводит совершенно новые истории в отношении Big Date, в отношении новых технологий, связанных с четвертой промышленной революцией. Я имею в виду в области интернета, ну, сейчас медицину и биологию, где эта революция идет, я тоже не буду уже упоминать. Тем не менее, это действительно очень важно. Закон о реформировании естественных монополий, на самом деле, это закон об упразднении окончательного закона о естественном монополии 1995 года и записи соответствующих главы в закон о конкуренции. И мы специальным образом сделали так, чтобы это событие, которое я для себя считаю историческим, оно не сильно изменило само по себе именно это одно действие, статус естественных монополий, за исключением нескольких очень важных вещей. Во-первых, самим естественным монополием, который остается в том же статусе, ну, разумеется, это прежде всего линейные протяженные объекты, электрические сети, трубопроводы, это принесет четыре облегчения. Сегодня они вынуждены огромное количество бумаг рождать, в том числе в адрес регуляторов, вот этого не надо будет делать, подавать двойные ходатайства на сделки слияния, поглощения. Ну, а второе, на самом деле, это то, что мы целый ряд естественных монополий таковыми считать не собираемся. Там, где на рынках уже сложилась реально конкурентная среда, я имею в виду прежде всего порты и аэропорты, Московский авиационный узел, целый ряд других таких же систем, порты на восточном и южном побережье России, они никакими естественными монополиями в смысле понимания этого естества не являются, они являются просто доминирующими субъектами, хозяйствующими, а в некоторых случаях даже доминирующими не являются. И зачем их удерживать от приватизации, зачем их удерживать вот в этом статусе особо регулируемых, особо надзираемых компаний, я вообще плохо понимаю. Этот закон одобрен сегодня, так же, как и пятый цифровой пакет, так же, как и все эти законы, которые я сейчас буду перечислять, сейчас я перехожу к главному закону, все эти законы, они одобрены в правительстве Российской Федерации, но пока по большинству из них имеется отрицательное заключение главного права управления администрации президента, но мы продолжаем разъяснять, искать компромиссы, и мы их точно найдем. Вообще, если вы знаете историю федеральной антимонопольной службы, у нас еще не было ни одного случая, чтобы у нас что-то не получилось. Некоторые законы 10 лет шли к принятию, некоторые 5, некоторые 7, но все они были приняты. Да, они видоизменялись по дороге, но главные цели при этом были сохранены, и это очень важно. Это говорит, скорее всего, о том, что мы все равно добьемся результатов этой работы, и мы имеем, слава Богу, и поддержку президента, и правительства Российской Федерации, в лице председателя правительства прежде всего, но мы много спорим с отраслевыми регуляторами, что тоже совершенно понятно, и в чем есть своя специфика. Ну и закон, собственно, о котором мы сегодня много будут говорить мои товарищи, и очень большая радость, что сегодня будет много очень специальных, именно для специалистов проведенных семинаров, откровенных разговоров, где можно будет вот этого самого дьявола, который в деталях всегда кроется, удастся найти. Помогите нам, пожалуйста, сегодня, и мы вас приглашаем в качестве интеллектуальных доноров помочь нам, да, избежать каких-то ошибок вот во всех этих законодательных актах, актов, неизмеримых по своему количеству правительства, которые параллельно готовятся с соответствующими законами. Ну и, в общем, конечно, это все, я говорю уже дальше о законах об основах государственного регулирования цен тарифов, мы уже три года его ведем, он тоже одобрен в правительстве, и основная его мысль – это эталоны, основная эта мысль, в общем, проста, что должно быть в тарифе, чего не должно быть никогда в тарифе, где вводится нормирование, каким образом рассчитываются основные составляющие тарифов и, конечно, долгосрочность тарифов, и что, опять же, скажу ниже и буду несколько раз повторять, вся экономия в пределах установленного тарифа, которая будет осуществлена компанией путем давления на издержки должна полностью и безвозвратно оставаться в распоряжении компаний. Это тот могучий экономический стимул, который позволит, на самом деле, сделать эту работу интересной для вас и выгодной для потребителя. Ну, целый ряд еще других тем, ну, о картелях скажу только одно слово, с картелями шутки закончены, 46 уголовных дел возбуждено следственными органами только в последнее время, в том числе они есть в ваших отраслях, которые вы сегодня представляете. Эта история, она очень тяжелая, нам не хотелось бы, чтобы компании сговаривались на торгах, где происходит 80% картелизации, то есть ценовых сговоров о неснижении цен, поддержании цен и так далее. Ну, как это делается, вы, наверное, достаточно хорошо знаете, я не буду об этом подробно останавливаться. Ну, пятый слайд иллюстрирует то, что я уже сказал. Все субъекты Российской Федерации утвердили показатели конкуренции, и мы очень надеемся, что указ президента, упомянутый, он послужит такой отправной точкой, очень большой и, конечно, многотрудной работы по развитию конкуренции в нашей стране. Это новое качество, без сомнений, и для ФАС как регулятора, и мы стараемся уделять этому максимальное внимание. Шестой слайд я пропущу, я об этом уже сказал, и хотел бы перейти сразу к седьмому слайду. Ну, немножко давайте поговорим о долгосрочности тарифного регулирования. Мы сейчас установили, вы знаете, уже достаточно давно тариф для железной дороги до 2025 года. Мы установили бы и до 2030 года для РЖД этот тариф, но у них просто программа их экономического развития была написана до 2025 года, поэтому до этого года мы его установили. Но уже в следующем году, я думаю, когда они сделают программу до 2030 года, мы установим и продлим эту формулу до 2030 года, а если нужно и дальше. Потому что принцип, который мы для ОПЕКСов сформулировали, он очень предельно простой. Инфляция минус, в данном случае для железной дороги, это инфляция минус 0,1. Методика о том, как рассчитывается, собственно, коэффициент инфляции, утверждена. Поэтому никаких проблем ни для Россетей, ни для других крупных компаний, ни для любой из вашей компаний установить такие длинные тарифы в принципе сегодня особо не существует. И мы готовы снять все нормативные ограничения, которые уходят, которые лимитируют сегодня горизонтом для РАБа, например, там, в пять лет или там, в других случаях, там, до трех лет. Мы готовы эти ограничения снимать. Единственное, если РЭК будет самостоятельно устанавливать, то, скорее всего, мы настроены на то, чтобы дать РЭКу возможность устанавливать трехлетний тариф, может быть, даже до пяти лет. Если больше, то нужно будет согласовывать это с Федеральной антимонопольной службой. Повторяю, в установлении по формуле инфляции минус долгосрочного тарифа должна предшествовать серьезная работа по ремонту соответствующей базы, сложившейся на тот период регулирования, когда вы к нам обратитесь, и сравнение с эталоном. Что хочу сказать еще про эталон. Мы очень хотели бы, и я не вижу сейчас никаких препятствий для того, чтобы это сделать, и когда будут установлены эталоны, а в некоторых сферах, вы знаете, они уже установлены, вот сейчас мы подходим вплотную к установлению эталонов для электросетевого хозяйства. Мы очень хотели бы, чтобы ситуация делилась на две части. Там, где тариф ниже эталона, его нужно будет медленно, поступательно, чтобы не травмировать население, повышать в течение нескольких лет, доэкономически обоснованного. Такая возможность предоставлена и проектируемым законом, и действующими актами правительства. Если тарифы окажутся выше, чем эталоны, то мы не предполагаем снижать этот тариф, а мы хотим разницу между эталоном и соответствующим новым, соответствующим превышением полностью направить на инвестиции в саму компанию, которая может ликвидировать утечки воды, если это водоканалы, которая может ликвидировать потери электроэнергии, если это энергетическое хозяйство, и так далее, и тому подобное. Но одних мы вас не хотим оставлять, потому что, к сожалению, с некоторыми из вас у нас сложные отношения по поводу расходования средств и формирования валовой выручки. Поэтому мы хотим, чтобы соответствующий план, разница между превышенным тарифом, а это сегодня, я думаю, что порядка уже двух третей компаний по завышенный тариф, относительно проектируемых, подчеркиваю, еще пока не до конца проверенных эталонов, но уже близких к тому, что на самом деле получится, так, где мы в этой сфере продвинулись, чтобы эта разница компаний, в которую будут инвестированы вот эти деньги потребителей, согласовывалась только по утвержденному губернатором плану, только под нашим контролем. И если здесь вот будут какие-то нехорошие вещи, то, конечно, особенно на первых парах, поскольку эта практика нам очень кажется важной, мне кажется, введение таких больших стимулов для компании экономии на издержках и инвестирования в саму компанию, в человеческий капитал, в образование, в инвестиции, в пресловутые ликвидации утечек и потерь, соответствующих приготовленных ресурсов, нам кажется настолько важным, что здесь мы будем действовать очень решительно и будем очень внимательно за этим смотреть. Так же, как мы смотрим очень внимательно за национальными проектами нашей страны, потому что это определяющие вектора, которые определил президент Российской Федерации, да и, в общем, понятно, что в этих национальных проектах во многом будущее нашей страны. Собственно, это и изложено в этом слайде, и обращу внимание на вторую строчку этого слайда. Если до этого года можно было на уровне РЭКов, используя несовершенствовое законодательство до 2000-х годов, увеличивать тарифы сверх лимитов предельников, установленные правительством России, сейчас это невозможно уже ни в электроэнергетике путем принятия соответствующих законов, это невозможно и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Если есть необходимость повысить тариф до экономически обоснованного, вы должны получить на это согласие Федеральной антимонопольной службы. Если вы видели мою встречу с президентом, я сказал, что я голову на плаху кладу перед ним, что если мы что-то сделаем не так, то пусть он спрашивает с нас. Если кто-то будет повышать тарифы без согласования с антимонопольной службой в нарушении постановления правительства и федеральных законов, реакция наша тоже будет крайне эмоциональной и крайне жесткой. Не только потому, что я разговаривал с президентом, голову на плаху положил, сколько потому, что мы не хотим дискредитировать эту практику. Только за прошлый год, прошлый, не отчетный, а прошлый, таких нарушений были многие-многие сотни. Я понимаю, что у каждого губернатора, у каждого РЭКа были свои мотивы, зачем это делать. Но в большинстве своем это не обоснованные истории. Это то, что раздражает население, когда правительство говорит о том, что тариф не будет расти больше, чем на 4%, а он растет на 70%. Ну что люди должны после этого думать о своей стране, о власти и о всех нас? История закончена. Как и с картелями, история всепрощенческая закончена. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что мы еще, я раньше на это не стал обращать внимание в предыдущем слайде, что еще и закон об антимонопольном комплайсе принят. И мы, конечно, очень бы вас просили внедрить, как это делают действительно во всем мире, уже более 40 лет, серьезные компании, они внедряют у себя антимонопольный комплайс, учат своих сотрудников, свой персонал не нарушать антимонопольное законодательство, не вступать в сговоры, не делать иногда даже импульсивных движений, которые могут привести к преступлению. Ну а что уже дальше правоохранители наши могут сделать, вы знаете, и без нас. Поэтому будьте крайне осторожны вот по этим всем направлениям. Я специально в такой, может быть, эмоциональной форме об этом говорю, потому что будет уделено огромное внимание и не только с нашей стороны, этим трем очень важным темам, потому что это начинается. Ну, кто-то скажет, что это продолжается, ну, хорошо, ну, пусть продолжается, но подходит к логическому завершению. Дискредитировать эти серьезные реформы, ради которых, собственно, мы работаем, как регулятор, в ближайшие годы это наши приоритеты, мы не можем позволить никому. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны и проведите такую работу с персоналом. Сегодня, завтра, послезавтра вы будете обсуждать очень многие серьезные вопросы. Вот, пожалуйста, когда приедете на места, соберите ваши реки, соберите персонал ваших компаний, объясните немножко им вот эти несколько важных задач, почему для страны так это важно в экономическом смысле, вот эти три кита, о которых я говорил, и почему нужно уделять этому очень большое внимание. Восьмой слайд говорит о том, что такое эталон, но, собственно, в этой аудитории особенно объяснять это не нужно. Мы публикуем нашу информацию, вы можете ее посмотреть. Работает высшая школа тарифного регулирования в Прихановском университете. Есть возможность всегда поговорить с нами, мы всегда этому рады. И, собственно, поэтому очень большая работа уже проведена, она проведена по линии унификации. И, кроме того, сам принцип, видите, который мы выбрали, мы как бы говорим, мы прощаем все, что было раньше, инфляция минус, вся экономия остается в распоряжении компании, но тут же говорим, но эталон будет вас ограничивать. Но все, что вы сэкономите, в вашем распоряжении. Вот за счет этого появляется возможность каждый раз не считать себестоимость, которая у нас несчитаема в нашей стороне, сплошной вранью. А если и считать ее, то только сопрягая с определенными эталонами, какими-то более-менее понятными, сложившимися цифрами. Ну, а дальше можно ориентироваться на инфляцию. И этого вполне достаточно. И, в общем, мне кажется, почти для любой компании, у которой уже сегодня особенно тариф превышает эталон, в общем, это вообще легко. А для тех, кто, у кого ниже соответствующего эталона, мы еще раз подчеркиваем, мы будем строить линейки, графики, повышения доэкономически обоснованно. Будем делать это спокойно, обоснованно. Можно будет это публиковать, и нас поймут и люди, и компании, и ваши потребители. Потому что это правда. Со временем мы увидим неточности в этих эталонах, мы начнем их корректировать через систему обратных связей, мы будем слушать вас. И, в конечном итоге, мы получим неплохой результат в ближайшие годы. Следующий слайд, пожалуйста, у нас будет уже, наверное, девятый. Во-первых, я уже сказал, что в сетях, в электрических, собственно, в 2021 году такие эталоны должны быть внедрены в полном объеме. Но мы хотим выбрать несколько пилотов в 2000 году. Утверждена дорожная карта к применению при установлении тарифов в сферах ЖКХ с использованием талонных значений затрат и информатизации, о чем тоже уже было сказано. Ну а дальше это и ваша собственная эффективность. Десятый слайд. Тоже я уже основную вещь сказал. Вот, собственно, номера, кто еще не знает постановления правительства и номера законов, которые приняты, как вы видите, совсем недавно, 2 августа, в законы об электроэнергетике были внесены изменения, и постановление правительства от НОТЕ 13 июня. Поэтому, пожалуйста, используйте это. Ну, на нас ложится дополнительная нагрузка по согласованию. Теперь одиннадцатый вопрос. Он, пожалуй, является самым новым и проблемным. Это сфера обращения с коммунальными отходами. Переход к новой модели уже осуществляет 73 регионы. И президент дал указание, что, в общем-то, переходили практически все. Недавно было большое совещание в Кремле на эту тему, где это обсуждалось. Как вы помните, учитывая, что очень различные условия во всех регионах по ТКО, была выбрана модель, мы не могли опираться на воздух или там брать цифры с потолка, была выбрана модель, когда проводился тендер, и в результате этого тендера получался тариф. Ну, как проводятся у нас тендеры в стороне, я говорить не буду, мы это знаем с вами очень неплохо. Поэтому разница в соответствующих тарифах тут же достигла десятка фраз. Но начиная со следующего года, мы начнем это и сейчас проводим такую работу по всем регионам вместе с нашими союзниками в РЭКах. Мы проводим такую работу для того, чтобы все-таки понять, сколько стоит каждая из составляющих этого тарифа. Сколько строит транспортное плечо, сколько стоит полигон, какие технологии используются. И мы скоро научимся это все понимать. Поэтому корректировка соответствующих тарифов, которые сложились в результате тендеров, для целого ряда регионов неизбежна в сторону понижения. Поэтому я понимаю, что будет. Но если тендер проводился, особенно с одним участником, если тендер проводился так, что не сделано было ни одного шага на аукционе или там полшага по 0,5%, и если это выяснится, что столько не стоит, или менялась программа, когда хотели строить мусорный завод, а потом решили его не строить, а тариф остался тот же, то мы, конечно, это заметим и, конечно, будем регулировать. Президент просил эту тему взять под особый контроль, потому что вообще реформа мусорной истории, она новая для нашей стороны. Вы прекрасно знаете, что без дифференцировки этих отходов по нескольким составляющим практически ничего невозможно переработать, и сжигать-то толком ничего нельзя, потому что диоксин летит при достаточно высоких температурах, все равно летит диоксин, и для экологии наносится огромный ущерб. В общем, это целая, огромная, большая история. Насколько я помню, только Москва и еще один регион сейчас решили перейти к дифференцированному сбору отходов. Если же не дифференцировать органические и неорганические отходы, из химии хорошо известно, что с ними сделать ничего нельзя. И только 30 лет нам понадобится для того, чтобы это все с помощью бактерий каким-то образом было, ну хотя бы хоть в какой-то степени, а в полной степени это невозможно обеззаражено. Большие проблемы, людские волнения, это все большие-большие-большие темы, которые нам как тарифному органу нужно понимать и, соответственно, урегулировать все эти вопросы. Думаю, что за год мы не справимся, но особо отличившихся, я имею в виду регионы, мы, конечно, обязательно обнаружим, ну и из этого сделаем, в общем, такой вот большой разбор полетов, что там считали, как там считали, почему такие тарифы получились и так далее. Опять же, по обращению с ТКО, следующий слайд. Для того, чтобы смягчить, собственно, эту реформу по твердым коммунальным отходам, были снижены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО, это приводило и должно приводить к снижению тарифов, но не везде это случилось. Можно легализовать существующие объекты, так называемые, прежде всего, временные сла, свалки, а потому что куда возить новые, пока построишь, поэтому нужно, чтобы были возможности это не сбрасывать в ближайший овраг, поэтому это легализовано. Мы сейчас разбираемся очень подробно с транспортировкой твердых коммунальных отходов, сколько они могут стоить, вот, иногда сталкиваюсь, вот я, например, лично сталкивался с совершенно фантастическими цифрами в этой сфере, когда тарифы на транспортировку завышались в десятки раз, хотелось бы уйти от этой практики, и теперь уже мы, имея практику последнего года и предпоследнего года, я думаю, что мы в достаточной степени вооружены тем, чтобы уже достаточно обоснованно подходить к расчету тех или иных тарифных затрат. Это тоже очень важно. Пожалуйста, имейте это в виду. Следующий слайд тоже касается обращения ТКО. Это конкретные примеры. В результате проверочных мероприятий уже сейчас, а мы набираемся в практике, но убеждены в своих результатах. Кстати, по-моему, Олег Иванович, если не ошибаюсь, мы все суды практически выиграли за чайшим исключением на эту тему. Тарифы снизились вот в некоторых областях вот настолько. Но это пока начало. Вообще там есть в разы. В разы. Мы пока еще достаточно осторожно подходим к этой теме. Известны вопросы, которые задавались президенту на этой теме по горячей линии, и президент давал нам прямые поручения разобраться. Ну, в стадии проверок находятся 30 регионов. Вот постоянно по 30 регионов будет находиться в стадии проверки. И в конце концов мы проверим всех. Следующее. По некоторым другим отраслям. Ну, в отрасли связи ситуация у нас значительно лучше. Во-первых, введен метод предельного ценообразования на услуги общедоступной электросвязи. Инфляция минус. Вообще, как основной лейтмотив всей тарифной политики с некоторыми исключениями, безусловно, да, я имею в виду, когда нужно повышать тариф доэкономически обоснованного, это теперь не просто наши какие-то хотелки, это решение правительства, это поручение президента, это долгосрочная политика. Отменен национальный и внутрисетевой роуминг, и мы ведем серьезные переговоры по отмену этого роуминга с Белоруссией и в странах СНГ, и в таможенном союзе. Введены принципы сетевой нейтральности, технологической нейтральности, это было сделано чуть раньше, что исключительно важно для развития конкуренции в этой сфере. Ну и, собственно, ограничен рост тарифных ставок вследствие отказа от принципа затраты плюс. Я вообще плохо понимаю, как можно было долгое время руководствоваться принципом затраты плюс. Пятнадцатый слайд посвящен правилам неискомбинационного доступа. Утверждены правила ПНД по доступу на товарный рынок общедоступной почтовой связи 22 декабря 2018 года. ПНД в области теплоснабжения, что имеет исключительно важное значение. Ну а по газу мы живем по-прежнему где-то в докембрийском периоде. Вот как раз там кембрий наступает, потом там динозавры вымерли. Помните, случилась такая история с ними? До сих пор не знает почему. Я тоже не знаю почему, но думаю, что динозавры скоро у нас вымрут. Но тем не менее мы продвинулись с Газпромом и по этим сложным задачам. И обязательно будем добиваться этого. Мы не индексируем тариф на транспортную составляющую для Газпрому уже несколько лет и не будем этого делать, пока мы не получим обоснованных затрат и правила неискриминационного доступа живые в этой сфере. Кроме того, протоколом в Кемерово президент утвердил, по сути дела, своим поручением программу модификации правил неискриминационного доступа в РЖД, над которой мы вместе с РЖД достаточно плодотворно работаем. Думаю, что эти правила неискриминационного доступа тоже в ближайшее время появятся. Также, как мы корректируем сейчас соответствующие правила по аэропортам, портам, мы хотим добиться большего, хотя эти правила не плохие, они уже свою работу делали, но я думаю, что нам нужно добиваться большего в этой сфере. Ну и, наконец, я перехожу уже к выводам, именно под цифрой не один, а под цифрой ноль, и это не случайно. Нулевая точка, все-таки мы еще в ней не находимся, мы находимся тоже в периоде не Кайнозойском, если уж я начал об этом говорить, то есть не в той эре, в которой мы должны, по идее, проживать, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе законодательного акта, регулирующего тарифы, не было, а, соответственно, и не было твердых, ясных, долгосрочных правил экономической политики в этой сфере. Я уже говорил, закон о государственном регулировании тарифов и упразднение закона о естественных монополиях является двумя важнейшими элементами перехода нас в современный период из какого-то другого века. Поэтому сейчас будем все силы прикладывать к этому, но думаю, что у нас только мелкие шероховатости остались, которые нам мешают. Я думаю, что этот вопрос мы будем пытаться и просить президента вынести на политический уровень, поскольку он, безусловно, заслуживает того, потому что за ним весь бизнес, но, что самое главное, все население России, и который, конечно, принесет компаниям, некоторым компаниям некоторые страдания, вполне заслуженные, на мой взгляд, а некоторым большое облегчение. Ну, а потребителям, безусловно, он даст стабильность, так же, как и бизнесу, и малому, и среднему, и большому в предсказуемости государственной политике в этой сфере. Мы там, когда он будет принят, особо ничего менять уже не будем. И будет понятно, что можно получить длинный тариф, можно получить формулу, как мы это сделали, если на 15 лет по ряду аэропортов, там, где шли серьезные инвестпроекты. И мы не боимся выдавать, подчеркиваю, уже и 15-летние тарифы, там, где инвестиционный цикл, и цикл окупаемости выходит за границы десятилетия. Не видим в этом ничего страшного, и будем это делать. Я уже сказал, что пункт первый, да, дальше, но не дожидаясь этого, это происходит актами правительства, пока внедрение талонов. Я сказал о долгосрочном регулировании, я сказал о ТКО. Долгосрочное регулирование услуг РЖД, это уже факт, и скоро они получат тариф до 30-го года. Эту компанию я хочу выделить сегодня. Она единственная из всех крупных естественных сетевых монополий, которая сотрудничает с нами по-настоящему, и думаю, что во многом благодаря этому имеет тот большой успех, который сегодня связан с ее экономическим развитием, у нее есть очень серьезные успехи. У всех остальных компаний я бы не хотел больше никого выделять в положительном смысле, в отрицательном я все уже сказал, про кого я что думаю. Очень хотел бы, чтобы наши естественные монополии стали более поворотливыми и более дальновидными, потому что, знаете, был хороший фильм, так жить нельзя. И рано или поздно это все закончится. Далее, ну, про БНД я уже даже говорить больше не хочу ничего. Теперь шестой пункт специально написали для вас. Никакой централизации региональных энергетических комиссий не подразумевается под ФАС. Они будут самостоятельными, они будут оставаться органами при губернаторах и, соответственно, это правильным считаем мы, потому что на такой огромную большую страну никогда ФАС ничего не сможет сделать толково без РЭКов, поэтому РЭКи будут находиться в том же самом статусе, в котором они находятся сейчас. Но это мы на всякий случай говорим и с года в год повторяем. Вот, только вы не думайте, что мы такие, что если мы говорим так, то значит будет наоборот. Знаете, у нас такая советская привычка была всегда что-нибудь такое сказать, чтобы потом сделать наоборот. Нет, мы почестны, не хотим этого, не видим в этого ни малейшего смысла и одно из предложений, которое когда-то вносилось и было поручение правительства, оно сейчас уже не действует и оно реализовываться не будет. Ну и кроме того, мы имеем не просто опыт сохранения экономии в распоряжении компаний вот тех сэкономленных расходов, вот мы хотели бы добавить сюда еще и то, что и реализация непрофильных активов должна, все эти деньги должны после уплаты налогов оставаться в распоряжении компании. У нас есть одна неясность, но она зависит не от нас, а от Минфина. Это касается дивидендов. Там продолжается достаточно активная дискуссия. Хотелось бы, чтобы она скорее закончилась. Мы считаем, что дивиденды в данном случае могут быть небольшой процентной долей зафиксированы, но в целом они должны оставаться в распоряжении компаний на инвестпрограмму. Нам столько нужно в наших ветхих основных фондах строить, столько нужно сейчас делать для развития нашей страны, что сейчас не время перераспределять эти деньги на другие цели бюджета по той простой причине, что мультипликатор разный. Мультипликатор разный. Здесь 1 рубль дает 3, а там 1,1. в социальной сфере. Сейчас не это важно. Сейчас важно дать людям возможность жить, передвигаться, получать тепло, экономить ресурсы, потому что это среда обитания, и это такая же важная социальная проблема, как здравоохранение, таблетки, например, детские сады и школы. И на самом деле, завершая свое выступление, я хотел бы сказать, что на самом деле вы все занимаетесь очень благородным делом. Вы занимаетесь делом, которое позволяет людям в наших условиях весьма и весьма сурового климата жить, работать, рождать детей, создавать семьи, миллионам людей, наших соотечественников, и во многом они даже не понимают, что когда они включают свет или принимают ванну с теплой водой, многие из них уже не вспоминают в 40-е, 50-е, послевоенные годы, когда это все казалось, что понадобится сотни лет для того, чтобы все это восстановить и сделать, они на самом деле используют важную социальную услугу. Вы, социальные работники, такие же, как работники собесов, такие же, как работники врачей, такие же, как учителя, ну, наверное, и такие же, как воины, которые защищают нашу Родину для того, чтобы всем нам было спокойно, безопасно, тепло и уютно. Спасибо вам за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!